Аркадий и Борис Стругацкие Хищные вещи века Эпиграф Есть лишь одна проблема, одна единственная в мире. Вернуть людям духовное содержание, духовные заботы. Антуан де Сент-Экзюпери Глава первая У таможенника было гладкое, округлое лицо, выражающее самые добрые чувства. Он был почтительно приветлив и благожелателен. — Добро пожаловать! — негромко произнес он. — Как вам нравится наше солнце? Он взглянул на паспорт в моей руке. — Прекрасное утро, не правда ли? Я протянул ему паспорт и поставил чемодан на белый барьер. Таможенник бегло пролистал страницы длинными осторожными пальцами. На нем был белый мундир с серебряными пуговицами и серебряными шнурами на плечах. Он отложил паспорт и коснулся кончиком пальца чемодана. — Забавно! — сказал он. — Чехол еще не высох. — Трудно представить себе, что где-то может быть ненастье. — Да, у нас уже осень! — со вздохом сказал я, открывая чемодан. Таможенник сочувственно улыбнулся и рассеянно заглянул внутрь. — Под нашим солнцем невозможно представить себе осень, — сказал он. — Благодарю вас, вполне достаточно. Дождь, мокрые крыши, ветер. — А если под бельем у меня что-нибудь спрятано? — спросил я. — Не люблю разговоров о погоде. Он от души рассмеялся. — Пустая формальность, — сказал он. — Традиция. Если угодно, условный рефлекс всех таможенников. Он протянул мне лист плотной бумаги. А вот еще один условный рефлекс. Прочтите, это довольно необычно, и подпишите, если вас не затруднит. Я прочел. Это был закон об иммиграции, отпечатанный изящным курсивом на четырех языках. Иммиграция категорически запрещалась. Таможенник смотрел на меня. — Любопытно, не правда ли? — сказал он. — Во всяком случае, это интригует. — ответил я, доставая авторучку. — Где нужно расписаться? — Где и как угодно, — сказал таможенник, — хоть поперек. Я расписался под русским текстом поперек строчки с законом об иммиграции, ознакомился Лась. — Благодарю вас, — сказал таможенник, пряча бумагу в стол. — Теперь вы знаете практически все наши законы. И в течение всего срока... — Сколько вы у нас пробудете? Я пожал плечами. — Трудно сказать заранее, как пойдет работа. — Скажем, месяц? — Да, пожалуй. Пусть будет месяц. И в течение всего этого месяца... Он наклонился, делая какую-то пометку в паспорте. — В течение всего этого месяца вам не понадобятся больше никакие законы. Он протянул мне паспорт. Я уже не говорю о том, что вы можете продлить ваше пребывание у нас на любой разумный срок. А пока пусть будет тридцать дней. Если вам захочется побыть еще, зайдете шестнадцатого мая в полицию, уплатите доллар. У вас ведь есть доллары? — Да. — Вот и прекрасно. Причем совсем не обязательно именно доллар. У нас принимают любую валюту. Рубли, фунты, крузейро. — У меня нет, крузейро, — сказал я. У меня только доллары, рубли и несколько английских фунтов. Это вас устроит? — Несомненно. Кстати, чтобы не забыть, внесите, пожалуйста, девяносто долларов семьдесят два цента. — С удовольствием, — сказал я. — А зачем? — Так уж принято. В обеспечении минимума потребностей. К нам еще ни разу не приезжал человек, не имеющий каких-нибудь потребностей.